Приветствую вас, Светлана. Давайте разберем ваш вопрос. Я была в отношениях, почти любил и очень сильно человек. Было много разочарований и предательства. Забегая чуть вперед, хочется сказать, что, по моим ощущениям, вы несколько путаете любовь и зависимость. Я бы, наверное, все-таки как-то сделал такое предположение о том, что у вас именно зависимость, а не любовь. Там есть планы. Как-то вот то, что вы описываете, очень сильно на это похоже. Вот. И это очень важный момент. Дальше. Было много разочарований и предательства. Ну, момент вот в чем. Разочарований и предательства это с вашей стороны или с его стороны. Да, как бы. То есть, вот я не очень здесь, честно говоря, понял этот момент. Потому что как-то вот вы вроде бы... Ну, вы вроде бы об этом говорите, но... В то же время хотелось бы как-то вот... Ну, более... более подробно... Информации об этом. Вот. Более подробно хотелось бы... Больше информации хотелось бы. Дальше идем. Сейчас мы до сих пор вместе, но отношения зашли на нет. Человек не хочет отпускать. Угрожает. Просто боюсь его. Это классическая история созависимости. Когда между вами и, собственно говоря, им нет личных границ. Вот. К сожалению большому, к моему. Когда между людьми нет или отсутствует или максимально мало личных границ, то возникают такие вот как раз случаи. Вот. К сожалению. И... Как это не... Грустно. Вот. Но... Тем не менее... Эээ... Это вам нужна, конечно же... Работа. Не знаю. Эээ... Ну, не знаю. Понимаете ли вы... Отдаёте ли вы себе отчёт в этом. Но работать вам в этом направлении, как мне кажется... Необходимо. Вот. Дальше. Я не знаю, хочу быть с ним или не хочу, впечативаю. Но здесь имеет смысл, конечно... Вам разобраться. Эээ... Себе. Вот. Эээ... Ну, имело бы смысл. Эээ... Преследовать бы. Вот. Эээ... Ну, свои как бы... Мотивы. Вот. Эээ... Нужно... Эээ... Преследовать. То, что вы... Эээ... Хотите. Вот. Преследовать. Преследовать. Эээ... То, чего... То, что вам... Нужно. Вот. То, в чём вы... Ну, нуждаетесь. Вот. И... Соответственно, будет... Такой вот... Такой вот... Момент. Дальше. Эээ... Раньше, кроме этого человека, я не замечал никого. Вот. Ваша... Эээ... Склонность и стремление к слиянию. Эээ... Нескожно обратить внимание, что сейчас вы... Против от этого... Это вот. Абстрагируетесь. Да? Вроде бы... Вроде бы... Вроде бы... Вроде бы... Вроде бы... Вроде бы... Абстрагируетесь. Но... В то же время... Как будто бы... Вот. Вроде бы вы... От этого абстрагируетесь. Но в то же время... Как будто бы вам... Эээ... Все равно... Эээ... Хочется, хочется на кого-то опереть, если вы понимаете, что я имею в виду. Ну то есть здесь по факту момент именно вот про слияние. Вы можете это вот почитать сами, ну то есть почитать, постараться увидеть, что такое вот вообще слияние, преследуйте это, я имею в виду 110 слияния, и садов-садов-садов-садов-садов-садов-садов-садов-садов-садов-садов. Будет более понятно. Дальше. Сейчас я понимаю, что мне нравится внимание мужчин со стороны. Чем нравится, мне не хочется отношений, потому что это обязанности и ответственности, которые на вас судьба всему влияет. Мне хочется свободы, гулять, веселиться. Ну да, личико многое нас обозвало. Мне кажется, что я вообще никогда не смогу добирать и, тем более, строить отношения. Бесчевые. Ну, я вас понимаю, в целом. Вот. В целом. В целом вас можно понять. Но момент, на мой взгляд, в том, что вы изначально, на мой взгляд, себе не слишком доверяли. Вот. Иначе бы того, что у вас произошло, не было бы. А раз случилось то, что случилось, значит, скорее всего, изначально уже какие-то предпосылки, к сожалению, были. Вот. Поэтому тут, на мой взгляд, нужно признать, признать, что проблемы с доверием у вас были до того, как вы вступили в отношения с человеком. И то, что вы говорите сейчас, то, что вам, ну, как-то вот сложно, больно, там, как-то вот выстраивать отношения, я вас понимаю, но, на мой взгляд, это исключительно, вот, про то, чтобы изначально себе не слишком доверять. Вот. То есть тут, как бы, надо, надо бы на себя опираться. Вот. Именно на себя опираться. На свои чувства. Если вам это сложно и тяжело, то вам, вы этого делать, конечно же, не будете. Дальше. Мне кажется так. Вдетовать, получать внимание общения очень даже приятно. Да. Но все это за приятно. Все же ведь это неправильно. Я же до сих пор в отношениях. Нет. Вы уже нет. Не в отношениях. Вы вместе, но не в отношениях. Это разно. У меня, брат, как будто внутри что-то приклинило, брат, я отрубил все, что это было к твоему моему парню. Ээээ. В защиту. Но я не могу от него уйти. Мне жалко, страшно. Вдруг я больше никогда не буду в отношениях. И помимо плохого было много хорошего. Здесь страх одиночества, неверно в себе, низкая самооценка. И я думаю, что с этим с ним нужно работать. Вот. Потому что сейчас я просто перечислил такие, ну довольно банальные вещи. Вот. Эээ. Но по факту эти банальные вещи нужно конкретифировать в вашем случае. Вот. А сделать этого возможности пока нет. Потому что, ну потому что нужно с вами пообщаться. Вот. Вот. Дальше. 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 Так. Вы пишите мне жалко, страшно. Непонятно, кого жалко и ещё страшно. Но я понимаю, что у нас ничего не изменится. Ну у кого у нас? Гармонизировать отношения можно, если вы поменяетесь своё поведение. Вот. То есть, как бы, изменив своё поведение, ну вот с вами, вы можете изменить и ваши отношения с человеком. Вот. Вопрос только в том, готовы ли вы к этому. Вот. Потому что, пока что, вот судя по, потому что вы описываете, я боюсь, что не слишком вы готовы, судя по, ну судя по тому, что я вижу. Дальше. Эм. Так. Мне не хватает от этого человека общения, внимания, лёгкой свободы. Почему этого не отрабатывается? Между прочим, жил он, а сейчас ему хочется обязательно встретиться. Мне уже этого не надо. По крайней мере, от него. Вам этого вообще, вам это вообще нужно. Вопрос не в том, от кого. Может быть, я просто боюсь оставляю? Да. Наши отношения как будто жили себе, но и другие. Я не хочу его. А человек вам сам по себе вообще интересен? Ну, то есть, вот, как это, ну, вообще, вот, работает? Да. То есть, вам человек вообще сам нравится и так далее. То есть, я вот, как-то вот здесь не очень понимаю. Этот аспект, я бы так сказал. Вот. Потому что, ну, вы вроде бы говорите про отношения. Вроде бы как вы говорите про отношения. Ну, как будто бы за этим нет самого человека. Вот. Я бы сказал, что именно фигура личности крайне важна. А в данном случае её как будто бы нет пока. Или, может быть, я её не, не вижу. Вот. Дальше идём. Так. Я понимаю, что в других может произойти подобное и будет снова более разочарование. Так, у нас вопрос. Светлана, вы чего хотите там? Ну, то как-то, знаете, не очень понятно, чего вы хотите. Ну, в целом. От психологов, например, чего вы хотите. Какой помощь. Вот. Потому что можно вам и отношения гармонизировать, помочь. Можно вам и расставание пережить, помочь. Вот. Вы только скажите, что конкретно вам хочется, чего вы хотите конкретно. Вот. Я думаю, что сейчас как-то вот не совсем этот момент очевиден. Вот. Как будто, ну, как будто, понимаете, не можете вы решиться на то, чтобы выбрать, на то, чтобы выбрать что-то, что вам важно было бы. Вот. Вот. В принципе, я то, что хотел вам сказать, что вы хотите сказать. Вот. На этом все. Вот. Надеюсь, что помог вам. Буду. Благодарен за обратную связь по моему ответу, да, это позволит вам начать работу над собой. Вам нужна психотерапевтическая помощь, потому что самостоятельно вы из-за зависимых отношений. Скорее всего, вы не сможете, вот, в силу, в силу того, что, ну, по факту, вы находитесь во власти своих привычных, вот, паттернов поведения, вот, и, соответственно, вам довольно, ну, довольно тяжело будет это делать. Довольно тяжело будет вам выйти из, из, из отношений самостоятельно, вот. Вы сами вряд ли это сделаете, вот. Но, 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 с помощью психолога, с помощью психологической, вот, я думаю, что у вас есть вполне все шансы, вот. 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 Вот такой ответ хотелось бы вам дать. Ну, а этом все. Я надеюсь, что вам это полезно было. Вот. Желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Спасибо. Вот так вот.